МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! На 12-м канале Час новостей в студии Денису Онос. Мы поедем, мы помчимся. В мэрии рассказали, какие дороги в этом году ждет ремонт. Сметы готовятся, отбор объявлен, инстроим. Когда начнутся работы? Ваш QR-код устарел. Электронные ковид-пропуска Амичей оказались недействительными. Что делать, чтобы решить проблему? Одним документом меньше. В России отменили обязательный техосмотр. Владельцы СТО в шоке, грозит ли Омску транспортный коллапс. Поймали с поличным. В Омске, благодаря бдительности пенсионеров, полиция задержала телефонных мошенников. Одним выстрелом двух зайцев. В Омске придумали, как бороться с безбилетниками в транспорте и слишком жадными водителями. Наш народ еще не готов к этому, понимаете? Готовы ли Амичи раскошелятся и останутся ли кондукторы без работы? За и против внедрения в транспорте тотального безнала. Стало известно, сколько городских дорог отремонтируют в этом году. Перечень озвучили в мэрии. В него вошли 18 магистралей. Как центральные, так и те, что связывают окраины. Полный список сейчас на ваших экранах. На работы потратят больше 870 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. 16 дорог обновят по нацпроекту, а две за счет субсидий регионального правительства. Специалисты не только заменят асфальт, но и обеспечат соответствующую инфраструктуру. Установят знаки, светофоры, оборудуют парковочные карманы. Не исключено, что на этот раз дорожники вновь перевыполнят план. Напомню, в прошлом году дополнительно было отремонтировано 10 магистралей, которыми должны были заняться только в 2022. А сейчас в городской администрации уже ведут речь о дорогах на 2023. Сметы готовятся, отбор объявлен. Поэтому, я думаю, в ближайшее время мы получим по прохождению уборов уведомления и также отторгуем эти дороги. И в весеннем периоде, как мы планируем, уже приступим к выполнению работы. Сертификат не найден. Мечи массово жалуются на то, что их QR-коды вновь недействительны. Как оказалось, сбой при сканировании произошел из-за обновления на портале госуслуг. Данные об иммунизации внесли в единый раздел для быстрого доступа. В нем теперь находятся сертификаты вакцинации, перенесенные болезни, ПЦР-тесты, результаты тестов на антитела. Поэтому ссылка, на которую ввел ранее сохраненный или распечатанный QR-код, больше недействительна. Проблема решается легко. Достаточно зайти в личный кабинет и заново сделать скриншот или же отправить сертификат на печать. Напомню, первый массовый сбой, связанный с отображением QR-кодов, произошел минувшей осенью. Тогда срок действия сертификатов сократился до полугода. В Минцифры это объяснили необходимостью обновления формы всех документов о вакцинации. Проблему устранили за несколько часов. Штрафы за езду без техосмотра вырастут в четыре раза. О грядущих изменениях рассказали госавтоинспекторы. Сейчас за управление транспортным средством без диагностической карты водители платят от 500 до 800 рублей, в зависимости от габаритов машины. Но уже с 1 марта придется раскошелиться на 2000 рублей. Однако речь только об авто, для которых техосмотр обязателен. Это пассажирский транспорт, автобусы и маршрутки, а также машины, перевозящие грузы, в том числе опасные. Личные автомобили от проверки теперь освобождены. Соответствующие поправки приняли в декабре прошлого года. Владельцы СТО уже бьют тревогу. Из-за новых правил придется один за другим закрывать пункты техосмотра. Они станут нерентабельны. Из примерно 60 миллионов машин, зарегистрированных в стране, 50 используются для личных целей. И теперь услуги станции техобслуживания им не нужны. Сегодня с инспектором ГИБДД мы можем осмотреть на одной линии не больше семи транспортных средств. И, соответственно, закрывая этот пункт, это может привести к определенному коллапсу в проведении техосмотров для автобусов и пассажироперевозящего транспорта и юрлиц, для которых техосмотр остался обязательным. Еще одна проблема, к которой, по мнению владельцев СТО, может привести отмена обязательного техосмотра – резкий рост количества аварий. Зачастую ДТП происходит именно из-за неисправности машины. Подробный материал о том, кому и когда точно нужно проводить диагностику и как сейчас обстоят дела на рынке серых карт, смотрите в следующем выпуске новостей в 17 часов. На ликвидацию свалки в Центральном округе правительство региона направит больше 2 миллиардов рублей из федеральных дотаций. Работы включены в нацпроект «Экология». Убрать скопившийся мусор должны в течение ближайших двух лет. Конкурсная документация уже подготовлена на очереди свалки в Советском, Кировском и Ленинском округах. Их тоже планируют рекультивировать за счет федеральных субсидий. Необходимые документы направлены в Министерство природы. Активная работа по ликвидации несанкционированных мусорных полигонов началась в прошлом году после встречи губернатора Александра Буркова с вице-премьерой Викторией Абрамченко. Она была с визитом в Омске. Тогда же и был составлен график очистки полигонов. Мэр Омска Сергей Шелест поддержал проект по возведению Красногорского гидроузла. Об этом он написал в Инстаграме. В посте рассуждал с позиции бывшего главы водоканала. Страницу в соцсети градоначальник завел совсем недавно, но уже активно общается с амичами. Отвечая на вопрос о возобновлении строительства гидроузла, Шелест отметил, что сооружение поможет вернуть минимальный уровень воды в РТШ к первоначальным отметкам 69 метрам над уровнем моря. Для города это жизненно необходимо, потому что именно на такой показатель рассчитаны водозаборы промышленных предприятий. И с учетом его спроектированы практически все мосты, причалы и набережные. Сейчас же уровень воды в РТШ постоянно падает. Это может привести к проблемам с питьевой водой и даже разрушению мостовых опор. Ранее стало известно, что для возведения первой очереди гидроузла уже начали искать подрядчика. Начальная цена работ больше 4 миллиардов рублей. Деньги на эти цели выделены из федерального бюджета. Успели вовремя обратиться к полицейским. Крупная сумма едва не лишилась 69-летняя мичка. Пенсионерке якобы позвонила дочь и сообщила, по ее вине произошла авария. Позже к разговору подключился следователь и заявил, чтобы замять дело, придется заплатить. Попала в аварию, шла на красный свет, сказала, что она сама виноватая. Говорит, что надо 800 тысяч или меня посадят лет на 5. Говорит, вам дочка объяснила? Я говорю, да, но у меня нет таких денег. В ходе переговоров сумма снизилась до 100 тысяч рублей. Чтобы приостановить ход разбирательств, женщине сказали, что для начала достаточно будет и 5 тысяч. Подвох заподозрил муж пенсионерки. Позвонил зятю, который сообщил, ни в какую аварию их дочь не попадала. А мячи обратились в полицию. На место, где должна была состояться передача денег, прибыл наряд. На лестнице патрульной заметили парня, который в спешке складывал в рюкзак пакет с вещами и наличными. Это и был тот самый курьер, который приехал за первой партией взятки. Уже в полиции 21-летний Амич сообщил, предложение о заработке ему поступило на мессенджер. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция устанавливает всех причастных. Ноу-кэш в Омском общественном транспорте хотят отказаться от наличных. Оплачивать проезд предлагают исключительно картой банковской или транспортной Омкой. Такой способ уже давно практикуют во многих регионах России. В Волгограде с 2017 года, в Москве и Подмосковье с 2020. В автобусах, троллейбусах и трамваях установлены валидаторы. Это устройство с чипами NFC, к которым прикладывают карты. Об изменениях в транспортной системе заговорили и в Омском городском совете. Депутаты предлагают вернуть контролеров. Мол, в транспорте слишком много зайцев. Кто займет место проверяющих и реально ли во всех видах транспорта внедрить исключительно безналичную оплату, разбирался Денис Жарков. Наталья Лушникова не боится остаться без работы. Уверена, что идея заменить кондукторов валидаторами или перевести в контролеры так и останутся на уровне разговоров. Кто будет следить за порядком, чистотой и за тем, чтобы никто не стремился проехать зайцем? Платят-то многие неохотно. У нас народ еще не готов к этому, понимаете? Потому что даже элементарно вот зашли и они проходят и ждут, когда к ним подойдут. То есть это нереально. Кондукторов убирали и все равно потом их возвращали. Даже взять машины, которые сейчас на данный момент работают без кондукторов, сколько они привозят, какую кассу, какую кассу привозим мы. То есть водитель, он не будет бегать за каждым пассажиром, понимаете? А еще не каждый водитель, и это не секрет, выдаст вам билет в обмен на протянутую мелочь. И сколько денег так утекает мимо бюджета, сложно даже представить. Проблему озаботились депутаты горсовета. На последнем заседании комитета по вопросам ЖКХ и транспорта обсуждали, как покончить с безбилетниками. Предлагали даже привлекать казаков для контроля. И ситуациями, когда в маршрутке якобы сломался терминал и проезд можно оплатить только наличкой. Депутат Юрий Арчибасов, который сам занимается перевозками, предложил отказаться от налички вовсе. Я предлагал это сделать в виде безналичной оплаты проезда либо с карт, либо с карт проездного билета. Соответственно, эти карты будут продаваться в Роспечати, в Дилижансе, в киосках. Они могут продаваться также у водительского состава. Поэтому моя позиция и меня поддержали депутаты в том, чтобы проработать вопрос по безналичной оплате проезда пассажирами города Омска. Депутат уверен, это поможет убрать зайцев, заставить перевозчиков работать в белую, наполнить бюджет. А в мэрии смогут изучить все данные с терминалов оплаты и оптимизировать маршруты. Скорректировать расписание, где-то добавить машин, где-то убрать, наконец заменить на более вместительные или наоборот компактные. И в департаменте транспорта с этим согласны. Вадим Кормилец видит в переходе на безнал сплошные плюсы, если бы не одно «но». Отказ от налички противоречит законодательству. Потребителю при оплате услуг или товаров, в данном случае услуг, должна предоставляться возможность оплаты как наличкой, так и безналичным способом. Поэтому, если вводить только оплату по безналу, это будет ущемлять законные права граждан. В настоящее время, в рамках правового поля и по ряду технических причин, мы этого сделать не сможем. И в ближайшее время точно не собираемся. А Наталья Лушникова приводит такие аргументы в защиту налички. Каждая третья банковская карта в стоп-листе. Многие школьники забывают вовремя пополнять свои проездные. Приезжие из районов на 103 маршруте их много. Обычно вообще не пользуются никакими картами и даже не собираются ими обзаводиться. По мнению кондуктора, к тотальному переходу на безналы мячи еще не готовы. Тем не менее, депутаты горсовета намерены рассмотреть вопрос на ближайшем пленарном заседании. Денис Жарков, Денис Лопарев, 12 канал. Попытаются оправдаться. Уже в следующий понедельник участники банды, которые обстреляли силовиков в центре Левобережья, выступят с последним словом в областном суде. В СИЗО фигуранты резонансного уголовного дела оказались еще в марте 2020-го. После того, как попытались сорвать спецоперацию ФСБ, оказали вооруженное сопротивление силовикам. До этого банда орудовала в Омской области три года. По служному списке обвиняемых незаконный оборот оружия, грабежи, поджоги, разбой, угрозы убийством, причинение тяжких увечий, расстрел человека и даже заказное убийство. Также известно, что по распоряжению директора одной из омских микрофинансовых организаций, преступники похитили человека. Отмечу, подельники с обвинениями не согласны, а перестрелку с силовиками объясняют с течением обстоятельств. Тем не менее, прокурор требует отправить четверых подсудимых в колонию в общей сложности почти на 60 лет. Поблагодарили за спасение жизни. Росгвардейцы навестили семью, которую спасли из горящего дома. В огне едва не погиб пенсионер и его 15-летняя внучка, но вовремя подоспели силовики. ЧП произошло в нововаршавке. Ночью в одном из коттеджей вспыхнуло пламя. По счастливой случайности, рядом проезжали росгвардейцы. Не дожидаясь подмоги, они бросились выручать оказавшихся в западне людей. 75-летний пенсионер и его внучка не могли самостоятельно выбраться из горящего здания. Пламя охватило первый этаж. О ЧП патрульные сообщили в экстренные службы, но сами отключили электричество и газ. И при помощи лестницы ее нашли во дворе. Через окно успели эвакуировать школьницу до приезда сотрудников МЧС. А затем уже с пожарными вытащили пожилого мужчину. Позже выяснилось, пожар начался из-за несоблюдения правил безопасности при использовании электрокотла. Рядом куртка висела, и очевидная температура была достаточной, чтобы она загорелась. Самому-то мне было тоже не сладко. Я пледом завернулся и на веранде две фурочки открыл сквозных на втором этаже. А на улице тут морозяка. Поэтому мне там доставалось, пока мне поставили лестницу. Я увидел, что внучку унесли. И я к этому моменту себя чувствовал уже окончательно замерз. Затаило дыхание на этот момент, чтобы оттуда ее достали. Она уже как бы видела, что дым вырывается в комнату. То есть все было вовремя. Для нас это теперь второй день рождения. В ночь ЧП школьницы потребовалось помощи врачей. Девочку госпитализировали в больницу. Сейчас восьмиклассница уже с семьей. Теперь они решают, как превратить пепелище в жилой дом. Спаслись за 14 секунд и вырвали победу в булитной серии. Омские ястребы в первом домашнем матче против мамонтов Югры выдали настоящий триллер, сумев отыграться на последних секундах основного времени. Хотя поначалу все складывалось в пользу. А мячей счет наш хоккеисты открыли уже на первой минуте матча. Павел Леука сам бросил и добил. Однако все изменилось во втором игровом отрезке, когда при счете 2-1 в пользу хозяев мамонты поймали ястребов на ошибках и дважды смогли отличиться. Спаслись и мячи за 14 секунд до финальной сирены. При розыгрыше 6 на 4 Владимир Машков пробил голкипера мамонтов и перевел встречу в овертайм. Дополнительные пять минут ничего не решили, а в булитной серии удача все-таки улыбнулась ястребам. Сегодня соперники проведут повторный матч. Он начнется в 19 часов по омскому времени. Семочная группа 12 канала будет вести прямую трансляцию на YouTube-канале МХЛ. А сейчас спортивный дайджест от Петра Смольникова. Омские легкоатлеты завоевали награды всероссийских стартов. В Томске прошли соревнования в помещении памяти Геннадия Бекони. На этом турнире серебро в беге на 400 метров завоевала амичка Алина Костина. Ей удалось установить личный рекорд, а также выполнить норматив мастера спорта России. А в столице Татарстана состоялся всероссийский турнир по прыжкам с шестом «Седьмое небо». Золотые награды в своих возрастных категориях завоевали Елена Самарская, Инна Гальчина и Федор Долгов. Обладателями серебра стали Рената Тимофеева, Артем Глот и Елизавета Гладкова. Юные подводники из Омска завоевали награды в Челябинске, который принимал открытый Кубок Урала по подводному спорту. В первый соревновательный день амичи дважды поднимались на пьедестал. На дистанции 800 метров в ластах среди девушек обладательницей серебряной награды стала Мария Бадылова. А у юношей бронзу завоевал Глеб Захаров. Тренирует наших пловцов Татьяна Москвина. Омские каратисты выиграли семь золотых медалей на прошедшем в нашем городе Кубке Прииртышья. Турнир собрал бойцов из более чем десятка регионов России, включая Москву и Санкт-Петербург. Нашим спортсменам удалось завоевать на домашнем турнире семь наград высшего достоинства, а также 12 серебряных и 16 бронзовых медалей. Победителями соревнований стали Артем Кузьменко, Евгений Куршунов, Игорь Клещеров, Иван Курамшин, Илья Асик, Мирослава Гавриленко и Василий Сарикун. По общему количеству наград наша команда заняла второе место. Петр Смольников, Алексей Адарьев, 12 канал. Далее прогноз погоды, ну а все наши новости доступны в социальных сетях Вконтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12kanal.ru. Там же вы можете предложить свои новости или приставить их к нам по электронной почте. Оставайтесь с нами. Автоцентр Барс Автоэксперт. Более 200 автомобилей в наличии по сниженным ценам. Вторая кольцевая 34. Телефон 91 90 91. Надежная имплантация зубов в семейной стоматологии. Телефон 45 06 05. Спонсор прогноза погоды и поевременка Роман Андреевич. Саратовское региональное отделение ООО Российский национальный союз пчеловодов. Мед свежего урожая с лучших пасек страны. Завтра 29 января в Омске облачная температура воздуха. Ночью минус 14-16, днем 12-14 мороза. В районах облачно без существенных осадков. Ночью минус 15-17. Дневная температура 13-15 холода. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба. Распродажа меда с 14 января по 13 февраля. Большой ассортимент натурального меда с пиргой и восковой молью. Цветочный маточное молочко. Акция при покупке 1 килограмма меда, 2 килограмм цветочного меда. В подарок ТД Корона, остановка ДК Баранова, Экспо Форум, остановка ТРЦ Континент и ДК Малунцева. Следующий выпуск новостей не пропустите в 17 часов. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова